Повесть Кира Булачева Повесть Кира Булачева В этой повести класс Алисы летом отправляется отдыхать на курортную планету Пенелопа. И с этой планеты Пашка Гераскин умудряется улететь на другую планету, на которой Средневековье. А Алиса в образе заграничной принцессы отправляется его спасать. В общем, вот такое было. Вместо прекрасного далёкого приключения в Средневековье. А далёко так и остаётся. Далёко. Впрочем, есть вопрос. А Средневековье ли это? Дело в том, что вдовствующая королева-мать в этом самом Средневековье, Изабелла, оказывается как две капли воды, похожие на биолога Светлана. Пашка Гераскин творит чёрте что. Освобождает рабов, спасает от сожжения на костре приговорённую ведьму и так далее. И ему кажется, что он так совершает подвиг. И ему это слишком долго сходит с рук. Жители же этого, якобы Средневековье, часто используют современное выражение, понятие и так далее. Вот тебе лучше зачитают цитату. Здравствуйте, сказала Алиса. Добрый день, пинцесса, ответил человечек. Гуляешь? Ноги не промочило. Не беспокойтесь, сегодня не холодно. А что здесь случилось? Здесь позавчера была битва. Большое сражение. Почему? А почему битвы бывают? Как обычно, из-за пустяков. Граф Визеслон Дворогис Пьяну назвал барона Крипта Синеусова, рыцаря Синеемы, безнадёжным болвоном. Ой, как нехорошо. За что же? За дело. Каждый в королевстве знает, что это чистая правда. А барон? Барон, конечно, ответил, что от болвана и слышал. Это, кстати, тоже всем известно. И они вдвоём так насорили. Что ты, принцесса? Сразу видно зарубежное. За графой Визеслона вступила вся Уймитская конфедерация. А воинствующий орден кольца и верёвки встал стеной за барона Крипта. Вот и сражались от рассвета и до заката. И кто победил? Ты бы ещё спросила, с каким счётом? Захихикал двухцветный человечек. Конечно, никто не победил. Собрали убитых и раненых и разъехались по своим замкам. Устроили перерыв перед большим турниром. Ты ведь тоже, наверное, на турнир явилась. И подобных ляпал полная повесть. Алиса по возвращению прямо спрашивает Светлану, не аттракцион ли это? Ну, та отшучивается в ответ. И все пребывания класса на планете Пенелопа, а в этой повести есть продолжение. Этот вопрос, аттракцион это было или нет, так и остаётся открытым. Конечно, можно сказать, что с самого начала было ясно, что это аттракцион. Кто бы в мире прекрасного далёка допустил, чтобы дети улетели на средневековую планету и там подверглись смертельным опасностям? Можно также сказать, что это детская книга, и что к этому нужно было с самого начала относиться исключительно с юмором. Но не знаю, как к кому, а лично мне эта наигранность очень не понравилась. И я записываю её в минусах повести. Смех, как известно, дело серьёзное. У Балычёва же в этой повести самый натуральный балаган. Правда, это, нужно сказать, не характерно для Балычёва. Подобные балаганы у него падаются редко. Лично я записываю заграничную принцессу в творческие неудачи Балычёва. Но, тем не менее, рекомендую Алисоманам её к прочтению. Образ Алисы всё же должен быть полным. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии. Смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok